Здравствуйте! Некоторые даты. Еще бы. Он принимал участие в народном ополчении 1612 года. В кино, конечно. Сыграл роль князя Пожарского в фильме «1612. Хроники смутного времени». А то снимали-то вы его не в Кремле. Нет, не в Кремле. Да. А сейчас мы фактически находимся как раз там, где происходили все эти события. В Кремле посмотрели военную технику, зашли в Михаил-Архангельский собор, полюбовались на Волгу. В общем, стандартные экскурсионные программы. Правда, сами нижегородцы не были готовы к такой встрече. Завидев актера, тут же доставали телефоны, чтобы сделать фото. Зашли в Кремль прогуляться. И вот смотрим, вроде как толпа людей такая интересная. И вон сели, пока сами сфотографировались, узнал племянница Михаила Пореченкова. Экскурсия – это не основная цель поездки в Нижний Новгород. Михаил Пореченков открыл в Приволжской столице первый кинофестиваль «Горький фест», который уже планируют сделать ежегодным. Это невозможно сделать разово. Важно, чтобы нижегородцы полюбили фестиваль. Важно, чтобы для нижегородцев это было важным событием, чтобы его ждали. И я очень надеюсь, что опыт первого фестиваля мы учтем и сделаем его с каждым годом все лучше и лучше. Золотые слова. Договоренности достигнуты. А дальше будем смотреть, будем готовиться. Это и на нас большая ответственность, потому что нижегородцы должны видеть лучшие произведения. Но они должны проявлять инициативу и приходить обязательно на показы. В конкурсной программе «Горький фест» короткометражки, документальные ленты и экспериментальные видео. Вход свободный абсолютно для всех нижегородцев и гостей города. Закрытие фестиваля состоится в субботу, 22 июля. Поторопитесь выбрать интересные фильмы и стать частью нового кинематографического сообщества. Юлия Серебрякова, Илья Васенин. Столица Нижний.